То есть на самом деле разницы между Китаем, Америкой, Россией и нами, если мы хотим доминировать, нет. И гражданская война заключается в том, что реальное содержание войны, ее предмет стоит выше национальной границы и выше культурных. Поставлен вопрос на общечеловеческом уровне, куда дальше пойдет цивилизация. Если мы идем в достоинство, даже не в свободу, потому что человек может свободно выбрать быть рабом, и таких случаев полно. Вот эти крысы, крысы мобные, которые сейчас гоняют этого таксиста и провоцируют все это. Понимаете, почему более лицемерных уебанов представится невозможным? Потому что если бы они вышли и сказали, чуваки, я против Конституции Украины, потому что она мне не нравится. Я считаю, что конституционные нормы должны быть пересмотрены, и русскоязычным вообще здесь не место. Вот это были бы честные люди. Они были бы моими врагами, но это были бы честные враги. Я бы сто тысяч счищал за отправленные таксисту, а им бы в поддержку, как премию в стиле «Браво господа французы под островлицким сражением» от Бакратиона. Но за этим идет следующий шаг. За шагом давайте отменим Конституцию, потому что все русскоязычные пидорасы идет Орбановщина. За Орбановщиной идет Хамасовщина. Потому что все русскоязычные пидорасы – язык агрессора. А между прочим, язык агрессора – это словарь, нарушающий Конституцию. 10 и 24 статьи. Которая прямо запрещает квалифицировать языки и иные признаки, как признаки агрессора. За этим идет Хамас. Потому что Хамас говорит, давайте убьем еврея, потому что он просто еврей. Так вот давайте запретим русскоязычных просто потому, что они русскоязычные. Это уже почти Хамас. И вот если бы не были честные люди, они бы сказали, мы хотим здесь Хамас. Украиномовный Хамас. И потом церковный Хамас и все другие виды Хамаса. Мы просто так хотим. Это наше цивилизационное предложение. Их послали бы нахуй Европе и в НАТО сразу после этого. Но это было бы честно. У них бы появились новые союзники. Орбан, Ким Чен Ир, Путин, Хамас. И они невольно оказались бы там, где их место. Байден в своей речи обозначил это место. Он сказал, это свобода против доминирования, против навязывания. И оказывается, эта дилемма лежит не в национальных границах и не по факту принадлежности. А у нас полно хамасовцев или протохамасовцев. У нас полно сторонников идеи мовного чучья. У нас полно людей, которые считают, что спецслужбы и закон, так называемый, должен запинать всех тех, кто им не нравится. И так далее. Как в России. Там же спецслужбы и закон работают на то, чтобы сажать людей, те, которые не нравятся, которые против главного дискурса. Они ничем не отличаются. И они наши враги. Давайте скажем это честно. Эти люди наши враги. А мы их враги, несмотря на то, что у нас одинаковые паспорта. А вы еще говорите, это гражданская война или нет? Ребята, это всемирная гражданская война. И такое происходит не только в Украине, а в каждой стране. И главный ее принцип. По меморандуму Блонберга, человечество будет разделено на две неравные части, вне зависимости от наличия паспорта или нескольких паспортов. Те, кто за достоинство, даже не за свободу. За достоинство. И те, которые за доминирование. Вот если он за доминирование, и при этом у него паспорт президента США, он мой враг. Если он за свободу, и при этом он китайский коммунист, он мой друг. Понимаете, да? Точнее, спортбилет не китайский коммунист, а спортбилет китайского коммуниста. Другое дело, что мир еще играется в национальные государства, в их блоки, еще придется посражаться под флагами и так далее. Но на самом деле это классическая гражданская мировая война, потому что она проходит не по принципу гражданства, не по принципу национальной принадлежности, а по принципу столкновения с тем, кто по всем формальным признакам твой, кроме одного. Он за доминирование, а ты за свободу и достоинство. Продолжение следует...